Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Иванов Алексей, я являюсь архитектором решений в компании RedHat. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про безопасность в контейнерных платформах и наше наложенное решение обеспечения безопасности RedHat Advanced Cluster Security. Я думаю ни для кого не секрет, что безопасность не является каким-то конкретным набором вещей, которые мы совершили и таким образом навсегда обезопасили то, что мы хотели обезопасить. Безопасность — это постоянный процесс, который должен постоянно брать какие-то входные данные, анализировать их, выводить какие-то политики, рекомендации, добиваться их исполнения и также менять эти политики и рекомендации в соответствии с изменяющимися условиями. Давайте посмотрим, что говорят другие наши коллеги про подход к безопасности в контейнерных средах. Например, очень интересный, я считаю, комментарий из Gartner Market Guide for Cloud Workload Protection, где они говорят, что в контейнерных платформах подход к обеспечению безопасности через антивирусы и через мониторинг хостов должен смениться. Смениться он должен наложенными средствами безопасности на платформу и использованием средств самой платформы. Также, я считаю, очень важный комментарий из стандарта NIST о том, что необходимо использовать не операционные системы общего назначения, а специализированные операционные системы, которые не нужны для запуска строго контейнерных платформ. Тем более, все это очень актуально ввиду того, что у нас давно активно многие организации пытаются применить DevOps, пытаются успешно, применяется он уже повсюду и безопасность не может оставаться в стороне. Она должна становиться частью этой методологии, она должна появляться максимально рано в процессе принятия решений для того, чтобы доносить свои соображения, доносить свои стандарты и вести диалог. Что очень важно, это дело должно быть наравно. Безопасность в парадигме DEFSE COPS не является неким страшным регулятором, а является одной из частей общего процесса. Давайте с вами чуть-чуть проговорим про лучшие практики и моменты, когда их можно и нужно применить. Во-первых, на моменте сборки стоит применить такой подход, который называется SHIFT LEFT. Он очень часто применяется в разрезе разговора про безопасность, потому что мы пытаемся передать наши соображения максимально рано на этапе сборки из исходного кода. Мы пытаемся уйти от истории, когда уже собранное приложение бракует командной безопасности, потому что оно не соответствует стандартам, в нем найдено издивимостям и так далее. Так вот, какие могут быть лучшие практики на этапе именно сборки? Во-первых, безусловно, нам необходимо использовать доверенные образы. Первый попавшийся образ, скачанный из интернета, может нести в себе уязвимости, о которых мы можем не знать, потому что мы просто его скачали, не пойми откуда. Поэтому лучше всего использовать только доверенные источники наших образов. Затем нам необходимо хранить эти образы локально и использовать локальные доверенные репозитории, потому что если мы взяли образ, мы проверили его на достоверность, он тот, который нам нужен, мы ему доверяем, дальше мы должны хранить его уже только в том месте, которое мы контролируем, чтобы образ ни в коем случае не был изменен. На этапе сборки обязательно использовать так называемые security gate. То есть, когда мы с вами проводим статический анализ кода, проводим анализ кода на уязвимости, это все очень сильно помогает нам обезопасить происходящее. Более того, очень важно учитывать, что после того, как момент сборки уже прошел, и мы с вами получили готовый образ, мы ни в коем случае не должны заново что-то пересобирать или дособирать. И дальше этот образ идет по pipeline, переходит из одного регистри в другой, если у нас есть такое разделение. Этот образ непосредственно, вот тот, который мы собрали, уже будет использоваться в разворачивании и так далее. Следующий момент, следующий пункт назначения, это... Можно попросить сейчас? Да, конечно. Проедет скорее. Следующий пункт назначения, это момент разворачивания нашего с вами приложения, то есть, когда образ уже собран, когда уже есть описание нашего приложения, мы должны его развернуть. В этот момент очень важно, с моей точки зрения, наиболее важно использовать admission controller. В OpenShift, в Kubernetes, везде есть такая функция. Это когда мы наш запрос проверяем до того, как он будет принят в работу API. Это позволяет нам не допустить разворачивания приложения, разворачивания того микросервиса, который нарушает наши политики. Что еще стоит применять в данный момент? Безусловно, необходимо использовать политики для автоматизации всего процесса. Разворачивание руками — это очень долго и особенно тяжело, когда у вас большое количество приложений. Соответственно, на моменте разворачивания нам стоит подумать о защите платформы как таковой, потому что теперь она входит в игру непосредственно, поэтому мы вспоминаем про рекомендацию использования специализированных контейнерных операционных систем, скажем так, для того, чтобы строить нашу платформу. И после того, как наше приложение было развернуто, оно попадает уже на исполнение и исполняется. В этот момент его тоже бросать ни в коем случае нельзя, потому что всякое может происходить. Здесь всегда стоит помнить о том, что ни одно приложение не должно потреблять все ресурсы кластера, поэтому на все приложения в обязательном порядке мы устанавливаем квоты на ресурсы, ставим реквесты, ставим лимиты. Обязательно мы минимизируем привилегии нашего приложения до минимально достаточных, чтобы не допустить того, что приложение может обратиться туда, куда ему не надо или туда, куда тем более не стоит обращаться. Также нам необходимо иметь возможность реагировать на происходящее непосредственно внутри контейнера, то есть на запуск каких-то сторонних процессов этого происходить не должно, и мы должны иметь возможность реакции на это, и самое главное, мы должны иметь автоматизированную возможность реакции на подобные инциденты. И очень важно заметить, что если мы используем средства безопасности, которые не используют, скажем так, родные средства платформы, то могут возникать конфликты, могут возникать проблемы при эксплуатации и использовании. Поэтому мы считаем, что все наложенные средства безопасности должны быть в кубернетисной. И именно поэтому наше решение по безопасности Advanced Cluster Security таковым и является. Это наложенные средства безопасности, которые реализуют свою работу на всех трех этапах, о которых мы с вами проговорили, то есть на этапе сборки, на этапе разворачивания, на этапе уже непосредственной работы приложения. Мы можем создавать политики, мы можем реагировать на происходящие вещи, но самое главное, мы это делаем таким образом, каким это задумывалось непосредственно в платформе, то есть в кубернетисе. Какие основные варианты использования есть у Advanced Cluster Security? Во-первых, это сетевые доступы. Мы можем с вами отрисовывать граф взаимодействия микросервисов, видеть, какой диплоймент, говорил с каким диплойментом, по какому порту. Если были внешние соединения, мы их тоже можем увидеть. На основании этих исторических данных мы сможем подготовить сетевую политику, применить ее в кластер, чтобы ограничить доступ. То есть один из вариантов использования, например, следующий. Мы берем наше приложение, в песочнице запускаем его. В песочнице здесь имеется в виду обычный тестовый кластер. Запускаем его на недельку и потом смотрим через ACS, какие соединения сетевые были сделаны. Но если все соединения устраивают, мы можем подготовить политику и применить ее на кластер, либо положить в гейт-репозиторий, и дальше в пайплайне это приложение уже будет с готовой политикой. Что еще можно сделать с помощью нашего наложенного средства безопасности? Безусловно, как и у всех остальных средств, мы можем работать с уязвимостями, мы анализируем контейнеры, мы находим стандартные уязвимости, которые есть, и, соответственно, мы можем делать поиск по этим уязвимостям, то есть найти все контейнеры, в которых есть какая-то конкретная уязвимость. Далее, что мы еще можем сделать? Мы можем проверять кластер на соответствие стандарта. Есть набор индустриальных стандартов. Этот, каждый из этих стандартов, достаточно обширен, он очень много содержит в себе пунктов. Далеко не все из них являются технологическими, многие из них являются административными, но те из них, которые могут быть реализованы с технологической стороны, мы можем проверять и автоматизировать эту проверку. Затем мы можем использовать наш единый движок политик для того, чтобы создавать политики. Таким образом, мы по факту говорим, как что-то должно выглядеть или чего на платформе быть не должно, и затем мы можем применять наши политики на всех трех этапах, то есть на этапе разворачивания, на этапе сборки, на этапе работы. Существует возможность, то, что здесь названо профилированием угроз, я бы выразился проще, существует возможность ранжировать угрозы по их серьезности. То есть, когда у нас только устанавливается любое наложенное средство безопасности, всегда происходит момент, что найдено достаточно большое количество проблем, уязвимостей, непонятно с чего начать. И наше решение предлагает вам, скажем так, наш взгляд на то, с какого деплоймента нам стоит реагировать. Давайте проговорим про архитектуру нашего решения. Это стандартная клиент-серверная архитектура. Соответственно, на одном из кластеров устанавливается серверная часть. Про нее особо сказать нечего, кроме того, что она есть и она работает. Самое интересное в этом решении находится на клиентской части. На всех кластера, которые необходимо контролировать нашим наложенным средством, устанавливается, скажем так, специальный агент. Это, безусловно, поды. И их есть три типа. Коллектор, сенсор и адмишн контроллер. Давайте начнем с последнего. Адмишн контроллер поды позволяет интегрироваться с адмишн контроллером OpenShift'а или Кубернетиса для того, чтобы инфорсить наши политики на моменте разворачивания. Помните то, что я говорил в лучших практиках об использовании адмишн контроллера и для того, чтобы не допустить именно даже разворачивания приложения, если оно не соответствует нашим стандартам. Именно этим и занимается эта часть клиентского агента. Далее давайте поговорим про коллектор. Коллектор — это специальный под, который находится на операционной системе и собирает информацию о том, что происходит с процессом. У него есть два варианта работы. Мы либо используем EBPF-модуль, либо Kernel-модуль. И, соответственно, у него есть два варианта работы. Он либо может использовать EBPF-модуль, либо Kernel-модуль. И, соответственно, он собирает данные о том, что происходит на хосте здесь и сейчас. Если нам по какой-то причине не нужно использовать информацию про рантайм, мы можем не разворачивать коллектор. Разумеется, коллектор является привилегированным подом. Поэтому он защищен. И он защищен следующими вещами. Во-первых, файловая система, которая монтируется к данному поду, она редонная. То есть даже если коллектор будет скомпрометирован, он не сможет производить запись на файловую систему. И, во-вторых, если даже коллектор будет скомпрометирован, у него очень жестко ограничены возможности сетевой коммуникации. По факту, единственное, с кем коллектор под может говорить, это только с сенсором. Самое важное. Коллектор просто собирает данные. Он ничего на хосте не модифицирует. Он не модифицирует настройки файловола хоста, он никаким образом не вмешивается в работу с e-Linux, никаким образом не мешает работать в платформе. Он просто собирает информацию и передает ее сенсору. Сенсор здесь единственный под, который может непосредственно коммуницировать с Central. Он забирает оттуда политики, проверяет, соответственно, нет ли нарушений этих политик. И если нарушение обнаруживается, он либо сообщает Central. Если наша политика непринудительна, если же наша политика то, что называется enforced, то сенсор отправляет запрос в Kubernetes API. Таким образом, никакие действия не делаются в обход кубернетиса. Все всегда будет строго отражено в влогах, в ивентах тех сущностей, которые были затронуты политикой. Здесь на экране вы можете видеть примеры интерфейса. С моей точки зрения, самые два важных здесь скриншота. Это правый верхний и нижний. Давайте начнем с нижнего. Именно здесь показано то, как выглядит интерфейс работы при построении графа взаимодействия наших микросервисов. То есть мы можем здесь видеть, что у нас есть такой-то namespace, в нем есть шесть диплойментов, рядом есть другой namespace, в нем есть один диплоймент, но эти namespace друг с другом не говорят. Однако большой namespace с шестью диплойментами, как мы можем видеть, проявлял сетевую активность и обращался к каким-то внешним сущностям. Наверху же вы можете видеть то, как работает наш движок политик, как эти политики создают. Политики у нас создаются по факту drag and drop, то есть мы выбираем некое условие, накидываем его, строим из них логические выражения и таким образом мы составляем нашу политику. У нас нет разделения в движке политик на то, что для политик одного типа нужен один движок, для политик другого типа другой движок. Все три фазы, в которые мы можем реагировать, а это именно сборка, разворачивание и непосредственная работа, делаются из одного движка. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok